Здравствуйте, это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наши прямые эфиры. Наш друг и партнер медицинский центр призма и конечно мы благодарны нашей вашей поддержке на нашей платформе патреон. Мария Золкина у нас в прямом эфире, она эксперт фонда демократической инициативы. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть, тем более, что мы теперь уже будем все чаще работать в скайпе, поэтому вы начинаете наш большой марафон, который будет теперь по скайпу. Мария, ну знаете, вы как выходец из Донбасса именно с вами, я знаю, насколько вам небезразлична тема Донбасса, вот я очень бы хотела с вами обсудить вот то, что сейчас происходит. Вот создание этого консультативного центра, насколько вы считаете, это будет, это может помочь Украине все-таки закончить войну на Донбассе. Но прежде чем мы с вами поговорим об этом, сегодня меня удивило заявление главы комитета Совета Федерации России по международным отношениям, который сказал, который предложил отменить все санкции, прямая цитата, все взаимные санкции в связи с коронавирусом. И он считает, что инициировать это должны страны БРИКС, поддержать страны большой двадцатки и сертифицировать должен этот Совбез ООН. Я внимательно прочитала интервью французского посла газете в Коммерсанте, где он в принципе тоже говорит о том, что проблема сложная, если бы все удалось политически разрешить в Украине, то это бы очень серьезно помогло. Это не прямая цитата, но вы можете почитать это интервью. Мария, как вы считаете, насколько вот эта ситуация, которая сложилась в мире, давайте с внешнего начнем периметра, насколько ситуация, которая сложилась в мире, действительно может помочь России все-таки решить вопрос с Донбассом на российских условиях по российскому сценарию? Ну, сложившаяся ситуация может помочь как России решить вопрос на ее условиях, так и Украине решить на ее условиях. Потому что отсутствие сейчас, естественно, внимания ко многим, к большинству международных вопросов в связи с тем, что страны борются на национальном уровне с вот этой вот новой угрозой национальной безопасности каждый из этих стран, это Украина может повернуть и в свою сторону. Во-первых, это отсрочка для всех запланированных переговоров, причем абсолютно аргументированных. Отсутствие встречи, отсутствие переговоров, только, скажем так, жизнь может немного зыждеться где-то на уровне каких-то переписок и каких-то там видеоконференций, но это уже не будут те активные переговоры, встречи, собрания и работа, соответственно, ни в Минской трехсторонней контактной группе, ни в каком-либо из форматов нормандских встреч. Я имею в виду ни политические советники, ни министры, ни тем более главы государств. То есть украинская сторона, на самом деле, если ей нужна была бы, я считаю, нужна сейчас отсрочка во времени, потому что та волна, которая поднялась в связи с вот этим решением ТКГ 11 марта по созданию этого консультативного совета, эта волна, она должна четко показать как минимум украинскому руководству, что в нынешнем формате, в котором было предложено этот совет создать, это неприемлемо для Украины. И для того, чтобы красиво выйти из этой ситуации 25 марта, ничего не подписывать, из согласованного 11 числа, вполне можно выйти с позиции, что в связи со всеми мероприятиями, в связи с закрытием границ и полной вовлеченностью власти во внутренние вопросы, мы ставим на паузу этот момент и до какого-то времени, значит, мы берем отсрочку в принятии каких-либо решений и в каких-либо подвижках, в том числе по переформатированию минского процесса. Мне кажется, что как раз Украине здесь при желании нашего руководства было бы проще воспользоваться аргументом вот этого коронавируса и всей этой пандемии, паники полнейшей, потому что посмотрите, что происходит в Европейском Союзе. Я в студенческие годы, вообще до 2014 года я занималась евроинтеграцией, европеизацией. И я всегда с такой увлеченностью изучала теоретические какие-то научные битвы между сторонниками разных подходов к развитию Европейского Союза. И главная такая вот битва всегда академическая, она была между условными федералистами, которые были за максимальные полномочия над национальным органом, то есть Европейской комиссией, Европейскому совету, с одной стороны, и сторонниками межправительственного подхода, когда все равно ключевые полномочия или в ключевые моменты полномочия должны оставаться на национальном уровне. И вот я сейчас наблюдаю, вспоминая все вот это вот, да, научные споры, я понимаю, что интерговерменталисты, то есть вот этот межправительственный подход, он просто победил в связи с абсолютно, казалось бы, неполитическим вопросом, да, в связи с распространением просто очередного вируса, когда оказалось, что страны закрывают границы, забывают о свободе передвижения, они закрываются от внешнего мира, это беспрецедентные в истории Европейского Союза меры, которые предпринимаются, и Украина может этим воспользоваться сейчас. Нам совершенно не обязательно сейчас с головой уходить в переформатирование минского переговорного процесса, особенно учитывая то, что предложенный формат, он, с моей точки зрения, вообще неприемлемый, но, как минимум, он должен быть пересмотрен, хотя бы, скажем так, по ключевым моментам. Ну, Мария, давайте вернемся все-таки к вопросу, почему вы считаете его неприемлемым, потому что, по большому счету, мы приняли минские соглашения, и на последней нормандской встрече мы четко подписали вот этот меморандум, который предполагал курс на реализацию минских соглашений, включая и интеграцию формулы Штанмайера в украинское законодательство. Ну, раз уж мы такие решения приняли и подписали, то тогда вот создание этого консультативного совета – это как бы логическое продолжение. Более того, если перестать лукавить и назвать вещи своими именами, то ведь мы давным-давно ведем переговоры с представителями так называемых вот этих республик, именно вот в Минской переговорной группе. Они присутствуют, они подписывают, мы с ними согласовываем уже много лет какие-то текущие проблемы, и это все уже существует. И сейчас, я так понимаю, что стал вопрос только, как вот это все подать. Вот сегодня «Украинская правда», ссылаясь я, сошлюсь на «Украинскую правду», на ее источники, они сказали, что когда господин Ермак встречался с вот слугами народа, членами партии «Слуг народа», которые выступили против, то встреча была эмоциональной, ну, какой-то нервной. Я не буду цитировать то, что там говорится, но очевидно было, что все это не так просто. Очевидно, что это не позиция самого Ермака, ну, я так думаю, наверное, да, есть какая-то государственная позиция, то есть позиция президента Украины. Вот в этом смысле, почему вы считаете, что этот формат по созданию этого консультативного совета неприемлем? Ну, считаю, что неприемлем по нескольким причинам. Первый аргумент – это как раз то, что он меняет саму архитектуру, саму логику переговорного процесса. Это очень важно. Вообще любое решение, которое предпринимается в переговорном процессе, с моей точки зрения, оно не может быть оторванным от того, что было до, и, соответственно, не приводить ни к каким-либо последствиям будущим. То есть любое решение, любое изменение, оно имеет какие-то последствия. Некоторые последствия краткосрочные, некоторые долгосрочные. Вот создание консультативного совета, хотя оно сейчас презентуется, как дополнительный орган с рекомендационным характером, который не будет заменять, подменять собой якобы политическую подгруппу в ТКГ. Тем не менее, по факту, последствия создания этого совета будут долгосрочными. И они повлияют с высокой долей вероятностью на всю архитектуру переговоров в Минской трехсторонней контактной группе. Значит, первый момент – это вот этот. И каким образом это повлияет, это я объясняю. На сегодняшний день я не могу согласиться с тем, что у нас до нынешнего дня представители ОРДЛО присутствовали в Минской ТКГ, а теперь, якобы, в связи с этим у нас ничего по факту не меняется, просто они будут в другом еще дополнительном формате, в другой структуре присутствовать. Это не совсем так, потому что консультативный совет предполагает, что переговоры ведутся именно между ОРДЛО и Украиной. И это уже формат этой консультативной группы. То есть, если в ТКГ представители ОРДЛО действительно присутствовали, то они там всегда присутствовали, как приглашенные Российской Федерации лица, с которыми формально на уровне Минской ТКГ Украина переговоры не вела. То есть, главный визави Украины в ТКГ – это Российская Федерация. И это на многих международных майданчиках всегда помогала подтвердить воззвание к тому, что роль России – это роль страны-агрессора, либо, ну, как минимум, если не присваивать ей никаких даже эпитетов, в виде там агрессор, нападающая сторона, то это сторона переговоров, это сторона конфликта. Сейчас предлагается создать структуру, в которой впервые Российская Федерация вообще будет выведена из числа участников переговоров. В этом формате ключевые участники – это делегация Украины как государства и делегация оккупированных территорий. И вот эти две делегации между собой ведут переговоры. Вот давайте нюанс для наших зрителей. Я так понимаю, по 10 человек. Вот по 10 человек от Украины, 10 человек от Украины, и по 5 от так называемых республик Луганска или Донецка, или по 10 от каждой? 10 в целом от оккупированной части Канбаса. Совместно, да. А Россия, Франция и Германия минимум по одному представителю, может быть больше, у них есть такое право по этому проекту решения обнародом на 11 марта. Они могут своих представителей тоже присоединять к работе этого совета. Но решения принимаются, и дискуссия ведется, переговоры ведутся, решения нарабатываются, конкретно между делегацией оккупированных территорий и делегацией Украины. И именно три четверти от голосов этих двух делегаций, как участников переговоров, определяют исход любого голосования в этом формате. То есть голос России, Франции, Германии – это голос ИОБСЕ, это голос наблюдателей, который не имеет решающего значения, это наблюдатели за переговорами между Украиной и ОРДЛО. И это меняет логику переговоров в Минской трехсторонней контактной группе, где ОРДЛО не имели формального, официального права голосовать за что-либо и вести переговоры с Украиной. То, что де-факто их мнение учитывается, или Россия все время на них ссылается, пытаясь себя в публичном пространстве, в информационном пространстве выставить не участникам переговоров, не стороной конфликта, а модераторам, как будто бы они на уровне СОБСЕ там работают. Это нарратив России, это их информационная тактика. Но по факту все решения в Минской ТКГ принимаются между делегацией Украины и представителями, соответственно, Российской Федерации. И по такому принципу все рабочие подгруппы в ТКГ работали. И поэтому я считаю не вполне состоятельным аргумент о том, что там де-факто представители ОРДЛО находились с 2014 года, и поэтому они и сейчас не приобретают якобы никаких новых полномочий. Они приобретают новые полномочия. Второе. Для меня не имеет, с точки зрения, вот я слежу за переговорным процессом, для меня не имеет большого значения, в каком именно формате Украина садится принимать решения только лишь с ОРДЛО. То ли это формат подгруппы какой-то, например, политической, то ли дополнительный формат, например, вот этот консультационный совет, консультативный совет. Это не имеет значения, потому что, учитывая то, как Россия использует факты и переворачивает их с ног на голову, какую информационную политику она ведет. Ей будет очень легко воспользоваться самим фактом переговоров между Украиной и ОРДЛО, даже в консультативном органе, для того, чтобы заявить, что прямые переговоры уже начались, поэтому следует идти именно по этому пути, а не по пути межправительственных, межгосударственных переговоров между Киевом и Москвой. Наши западные партнеры в прошлом году ухватились за возможность озвученную Владимиром Зеленским договориться с Российской Федерацией. То есть они приняли радушно, скажем так, идею о том, что давайте оживим переговоры и давайте попробуем достичь какого-то прогресса. Поэтому за вот эту ниточку уже перехода к каким-то консультациям непосредственно с оккупированными территориями, они тоже за эту ниточку хватятся и постепенно развяжется весь клубок, который состоит из отчаянных таких чаяний Российской Федерации, когда все вопросы решаются между Украиной и, соответственно, Киевом и Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском с другой стороны. Это одна часть аргументов, почему этот совет в нынешнем формате не приемлемет. Исключительно из-за того, что он меняет структуру переговоров, архитектуру переговоров, он де-факто предоставляет определенную субъектность ОРДЛО, ту, которой не было до этого момента. Следующий вопрос это непосредственно предметная часть, чем будет заниматься этот консультативный совет. Значит, если мы посмотрим на тот проект решения, то там значится, что там будет вестись не только диалог и консультации, но и будут нарабатываться решения по воплощению политических пунктов Минска. А теперь давайте вспомним, что у нас есть политическая подгруппа при ТКГ, которая ответственна за выборы, особый статус, изменения в Конституцию, консультации по этим вопросам. И создается дополнительный формат вот этого консультативного совета. Но если мы понимаем, что консультативный совет при политической подгруппе, это значит, и он имеет совещательный характер, его решение имеет рекомендационный характер, значит, этот совет должен реагировать положительно, отрицательно, давать какие-то оценки тем решениям, которые вырабатываются в политической подгруппе, при которой этот совет создается. То есть центром принятия решений должна быть политическая подгруппа в ТКГ. В политической подгруппе сидит Украина, напротив Россия, ну и там возле России сидят представители ОРГУ. Если принятие решений запланировано в совещательном органе, что уже абсурдно по своей логике, это значит, что именно там будут нарабатываться предложения к новому закону в особом статусе, предложения к закону о выборах на оккупированной территории и к изменениям в украинскую конституцию, а потом эти решения, которые выработаны в органе, который не должен вообще заниматься их выработкой, потому что совещательный орган не занимается наработкой предложений вместо основного органа, при котором он создан. А потом эти решения, которые выработаны между Украиной с одной стороны и ОРДО с другой стороны будут выноситься просто на подтверждение, скажем так, в политическую подгруппу. То есть у нас получается диаметрально противоположная система. У нас консультативный совет поменяется местами с политической подгруппой. И в результате получится, что российская сторона не будет нести ответственности. Это третий момент важный. Российская сторона, если не принимает участие непосредственно в разработке решений, она не будет принимать участие по нынешнему формату консультативного совета, значит она не будет нести ответственность за имплементацию этих решений. И получается, что ответственность возлагается только на Киев с одной стороны и Донецк-Вуганск с другой стороны. Вот таким образом полностью переворачивается на практике вся задумка с какими-либо совещательными функциями этого совета, который станет главной площадкой для политических переговоров. Далее, скажем так, далеко идущие последствия вот этого, казалось бы, не такого уж кардинального на первый взгляд решения. Это касается возможности пеллировать какой-либо международной помощи. Ну то, что переориентируются страны очень быстро, наши западные партнеры, на то, что ну вы начали диалог внутри страны, продолжайте его, и значит не нужно нам уже больше, даже нормандский формат нам уже особо не нужен, потому что вот ваш диалог уже пошел, хорошо. Я уже, это само собой. Другой вопрос, это давайте вспомним, что даже президент Зеленский и во всяком случае предыдущее руководство МИДа не заявляли о том, что если в течение краткосрочного периода времени, в частности, ну там, года, не наметится никакого прогресса по Донбассу, значит мы переговоры замораживаем и либо вообще ставим их на паузу, до неизвестно каких времен, либо мы обращаемся снова к тем механизмам, которые сейчас мы пока что отодвинули в задний ящик стола, в частности, к международной миссии, значит вот никаким международным миссиям, никакому международному контингенту мы не сможем призывать, мы не сможем апеллировать после начала любых прямых контактов с представителями оккупированных территорий, потому что опять-таки это уже начало определенного внутреннего диалога, который означает, что механизмы, которые применяются к международным вооруженным конфликтам, уже они не так важны, уже они не так существенны, поэтому про международный контингент, даже как про гипотетическую идею, тоже нужно будет со временем забыть. Третий момент это возможность мы услышали такие расплывчатые, но замечания или разъяснения точнее от Андрея Ермака о том, что есть идея, чтобы ОРДЛО были представлены непосредственно 10-ю представителями именно оккупированных территорий на сегодняшний день, но и в том числе переселенцами, которые оставили эту территорию и живут на подконтрольной Украине территории. Эта идея, во-первых, это не решение, это одно из объяснений, как может быть. Но если мы опять вернемся к... И многих это, кстати, по моему личному общению, в профессиональных кругах я имею в виду общению, это многих немного успокаивает, что вот, ну а если у нас будет 10 представителей от Украины, а с той стороны будет там 5 людей от оккупированных территорий, а 5 переселенцев. Значит, ну разве это не хорошо, что мы вот голос переселенцев выносим в Минскую ТКГ? Значит, голос переселенцев в Минской ТКГ может быть и должен быть, с моей точки зрения, но он должен усиливать переговорную позицию Украины, потому что иначе опять получается, что украинская власть официальная разговаривает как со своей, как с другой стороной переговорного процесса и конфликта, разговаривает с внутренне перемещенными лицами. Это тоже переговорный абсурд, потому что внутренне перемещенные лица не должны сидеть как оппоненты украинской власти в Минской ТКГ. Они являются людьми, выбравшими Украину, они являются людьми зачастую уже интегрированными в новые громады, ну это абсурд. Для того, чтобы говорить с переселенцами, можно сделать совещательный совет при Министерстве реинтеграции, да, или при Министерстве социальной политики, но для этого не нужен совет в Минской трехсторонней контактной группе. Это первый момент. Второй момент, каким образом, даже если такая структура будет согласована, каким образом это изменит предоставление субъектности оккупированным районам, даже если они будут представлены там тремя, четырьмя или пятью людьми, а не десятью, как сейчас запланировано. То каким образом это означает, что они не будут иметь ту субъектность, как если бы они имели там десять представителей. Это все равно не меняет общую картину. Все равно получается, что оппонентами Украины в этом вопросе являются какие-то представители оккупированных территорий, которые неизвестно на каком основании там вообще и кем делегированы туда, в Минскую ТКГ. Ну и еще один момент здесь, это то, что в Минской трехсторонней контактной группе 11 марта в этом проекте решения было указано, что украинская, что делегация, что каждое государство, Украина, Россия, Франция, Германия и оккупированные территории Донбасса самостоятельно решают, каким образом они формируют свое представительство в этом консультативном совете. то есть на национальном уровне мы сами должны определить механизм отбора людей, которые Украину будут представлять на уровне этого совета. И Ордло соответственно сами должны разработать механизм, кого они и каким образом отбирают для делегирования в этот консультативный совет. То есть если мы мним или если мы хотим чтобы 10 людей от Ордло, это были 5 переселенцев с подконтрольной территории и 5 людей от Ордло, это значит, что исходя из нынешнего решения, из нынешнего формата, эти 5 переселенцев должны быть согласованы с Ордло, потому что это их квота в консультативном совете. Ну это правда, да. И соответственно возникает сразу вопрос, может ли нынешняя власть оккупационная на территории Донецкой и Луганской областей согласовать переселенцев, которые отличаются своей позицией приверженности международному праву, которые не признают ДНР и ЛНР, которые жестко выступают за территориальную целостность Украины, а не за переформатирование Украины в де-факто федеративное государство, например, конечно нет. А то, что эти люди откажутся от своей квоты и согласятся на то, что там будет их три человека сидеть, а семь будет переселенцев и это будет считаться в целом голосом Донбасса из десяти людей, я в этом глубоко сомневаюсь, потому что вот эта формула 10 на 10 она тоже была таким своеобразным компромиссом между Россией и Украиной и отказываться от своей квоты они явно не будут. Поэтому украинская сторона выбрала крайне неподходящий формат именно с таких принципиальных точек зрения. Если смотреть поверхностно и не вдаваться в детали работы ТКГ, то да, может показаться, что новый совещательный орган, он является по сути экспертной площадкой, можно так даже сказать, а в экспертной дискуссии нет ничего якобы страшного. Но на самом деле это не так, потому что этот совет будет играть роль значительно более важную, нежели даже ключевая подгруппа в Минской ТКГ, политическая, которая просто будет после принятия решений в консультативном совете, она будет просто освещать эти решения своими подписями. Вот и все. Ну, Мария, вот давайте на этом моменте сейчас для себя поймем, ведь это решение уже принято, и его еще никто не отменял. На каком? На каком это проект решения? Да, давайте решим, что это принято, не принято, как оно может быть принято, кто должен его утвердить, чтобы оно было принято, какая сейчас технология принятия? Схема такая, что был подписан протокол 11 марта, протокол о заседании Минской Трехсторонней Контактной Группы, и в этом протоколе значится, что было принято решение о создании консультативного совета, но тем не менее само решение, оно не было подписано еще. Те документы, которые были обнародованы, это проект решения, который предусматривает общие рамки, каким образом формируется консультативный совет Украины Ордло 10 на 10, какую роль играют там Россия, Германия, Франция и ЛПСЕ, какими вопросами занимаются, то есть это такой набросок, скажем так. Но он подписан. Это проект. Мария, но он подписан или нет? Нет. Это не подписан. То есть вот эта деталь, вот эти детали про то, что такое на практике консультативный совет, какие функции он будет нести, как он будет формироваться, этот документ не подписан. Он должен быть подписан 25 марта. И поэтому, исходя из общей ситуации в мире и в каждой стране по отдельности, было бы очень уместно отсрочить заседание Минской ТКГ с 25 марта на хотя бы начало апреля. за это время пересмотреть свою переговорную позицию по созданию консультативного совета и предложить дальше нарабатывать его формат, если вообще не отказываться от его идеи, скажем так. Хотя мое предложение было бы даже не играть в эти игры с тем, чтобы переносить что-то, отодвигать, просить каких-то отсрочек. А мое предложение было бы логично, если бы президент выступил со своими замечаниями к предложенному формату консультативного совета, потому что на сегодняшний день он имеет возможность это сделать. Этим вопросом переговорным занимался господин Ермак. Решение не подписано еще. Президент не давал публично никаких комментариев по поводу этой инициативы. Поэтому в принципе он будет выглядеть абсолютно логично. Даже если мы все понимаем, что Ермак это доверенное лицо президента, но будет это выглядеть логично, если он выйдет со своими собственными замечаниями к предложенному формату консультативного совета и заявит о том, что украинская переговорная позиция такова, что в нынешнем формате мы не можем согласиться на это. То есть мы должны разработать какой-то более приемлемый для украинского государства вариант, пускай и даже вот такого консультативного совета. То есть мы продолжаем искать вариант и искать форматы. И это не выглядело бы каким-то выходом из переговорного процесса, но другое дело, что мы понимаем, что это официальная сторона вопроса. А не официальная сторона вопроса заключается в том, что, и это главная проблема, в том, что это первый результат такой уже личной договоренности между уже основными теперь кураторами российско-украинских отношений, Ермаком и Козаком. И это первые лавры, скажем так, которые каждый из них повез домой. Один рассказывает о том, что усадил за стол переговоров Украину и Ордло, другой приехав рассказывает, что мы на самом деле всех переиграем, всех обманем и выведем голос Донбасса в виде украинских переселенцев в Минск УТКГ. Но для этого нужна совсем другая тактика и заменить голосом переселенцев полностью представительства Ордло ни в Минской ТКГ, ни даже в консультативном совете явно не удастся. Но та информационная буря, которая поднялась, она играет на руку украинскому руководству, так же, как играла на руку в случае с формулой Штайнмайера, когда было очевидно, что часть общества не понимает, часть политикума не понимает. Причем сейчас президенту было бы легче выйти с с подобными замечаниями, хотя бы потому, что больше, чем 50 депутатов от его фракции в парламенте, они выступили откровенно против такой идеи. И поэтому для того, чтобы обеспечить, это можно все красиво аргументировать, что мы берем паузу, мы хотим дальше несколько продолжить переговоры, согласовать моменты по работе консультативного совета, у нас есть еще какие-то идеи. Но, скажем так, решится ли на это офис президента и понимают ли в офисе президента, что риски по созданию такого консультативного совета, они гораздо серьезнее, чем просто временные какие-то возмущения отдельных экспертов или отдельных депутатов в парламенте, я не уверена. Но я не исключаю того факта, что до 25-го числа позиция Адобрямс, которая была дана Ермаком 11 марта, она изменится. И он свою позицию может скорректировать. Но для этого нужны, ну скажем так, серьезные аргументы, которые бы доносились отовсюду. И от экспертного сообщества, и от журналистов, и в том числе от сотрудников офиса президента, и даже от депутатского корпуса. То есть только вот такая массированная скажем так дискуссия, даже атака, я бы сказала, по слабым местам предложенного формата, она может дать результат, потому что я понимаю, что решение как бы вот одной ногой мы уже там, но вторую ногу все-таки задержали в воздухе. Мы офис президента и Андрей Ермак как бы второго шага еще не сделали, и возможно не сделает 25-го числа. И задача в том, чтобы этого избежать. Мария, вот все-таки давайте теперь вот здесь мы поставим такую небольшую паузу и посмотрим на еще один процесс, это история с Сергеем Сивохой и представлением его платформы. И вот ведь мы же прекрасно понимаем, что Сергей не сам разрабатывал эту платформу, мы же прекрасно понимаем, что президент всегда говорил, что Сергей Сивоха будет заниматься переговорами, и здесь уже была видна позиция президента. Поэтому если просто говорить о консультативном совете, это может быть одна история. Вторая история это все-таки платформа, которую должен был представлять Сергей Сивоха. И если эти два процесса объединить, и еще к этим процессам добавить то, что вы справедливо заметили, ведь все-таки вот эта переговорная группа, которая сформировалась, или переговорная ось Козак-Ермак, это ведь либо устанавливаются какие-то отношения, ну даже переговорные, они ведь должны быть между людьми, либо нет, либо не устанавливаются, либо они исчезают. И в этом смысле вот если посмотреть на логику всех вот этих процессов, то становится понятно, что ведь президент заранее говорил, что он хочет идти к миру. И почему сейчас вы думаете, что когда уже сделан первый шаг, люди это уже обсудили, повозмущались, сейчас коронавирус, какой-то процесс пойдет, вообще всем будет не до этого. Почему вы считаете, что президент в принципе может обсуждать мысль о том, чтобы отказаться? Потому что вот согласно того, что я сегодня прочитала в «Украинской правде», то у меня сложилось впечатление, что Андрей Ермак наоборот убедил многих из тех депутатов, которые протестовали, все-таки поддержать его позицию. То есть пока мне ничего не говорит о том, что президент готов пойти под той схеме, которую вы сейчас предложили. Ну, это один из вариантов. Естественно, мы не можем ручаться за то, что президент с этим выйдет. Но дело в том, что та реакция, которая возникла в ответ на вот это предложение, она как минимум дает ему возможность с какими-то замечаниями выступить. Или, по крайней мере, попросить какой-то дипломатической отсрочки на несколько недель хотя бы для того, чтобы лучше обсудить это, не знаю, внутри страны, в монобольшинстве, с экспертным сообществом, ну, с кем угодно. То есть, это можно представить с какой угодно точки зрения о том, что необходимы какие-то дополнительные внутренние консультации для того, чтобы этот консультативный совет заработал, скажем так, с еще большей эффективностью, чем там запланировали в начале марта, когда писали это решение. Конечно, это не означает, что президент выберет, но такая возможность у него есть. И если бы он выбрал этот путь, это выглядело бы не как пораженчество, не как сдача своего доверенного лица, не как отказ от идей, которые там нарабатывались по неформальным каналам Ермаком и Козаком, а это выглядело бы как определенное такое отсутствие окончательного решения и желание, скажем так, несколько над этим решением поработать. А что там будет дальше через 2, 3, 4 недели в этом переговорном процессе, тем более, если Украина выступила бы с какими-то дополнительными предложениями к этому решению о работе консультативного совета к этому формату, это уже вопрос завтрашнего дня. Но на сегодняшний день предложенный формат, он абсолютно очевидно, что он несет в себе риски, которых не было с моей точки зрения даже в согласовании формулы Штайнмайера, потому что формула Штайнмайера все равно она сама по себе не является ни трагедией политической, ни катастрофой, а вот изменение логики переговорного процесса уже повлечет за собой последствия, которых потом уже не удастся избежать. Повернуть время вспять в переговорном процессе, в логике переговорного процесса, кто с кем говорит, но учитывая то, что да, вы вспомнили про так называемую национальную платформу реинтеграции и единения, значит, это выглядит, вот почему вот этот консультативный совет, я согласна, почему он выглядит настолько рискованным мероприятием, именно потому, что наряду с вот этой национальной платформой мы входим в фазу переговоров о диалоге, о внутреннем разговоре, и вот у нас получится, если будет запущен консультативный совет в этом нынешнем формате, у нас получится, что в Минске, мы обсуждаем политические пункты Минска с представителями оккупированных территорий, это одна часть переговорного процесса, а в это время, в пределах Украины, мы налаживаем прямой диалог, ну, это даже не прямой диалог, это даже не подходящий здесь термин, потому что диалог это немножко другое с моей точки зрения, а мы налаживаем какой-то дискурс о примирении, о всепрощении с представителями, и с местными жителями оккупированных территорий. Получается, что у России, мы сами даем России аргументы в пользу того, что мы занимаемся вопросом внутреннего примирения, преодоления результатов гражданского конфликта, и это самые главные такие факторы, на которые будет ссылаться Россия в том, чтобы давить дальше именно на внутренний диалог, а не на межгосударственный переговор. И за это обязательно хватятся наши западные партнеры, поэтому вместе вот эти две инициативы, они составляют определенный пазл, который ничего общего на самом деле не имеет с возможностями преодоления вот этого конфликта, потому что платформа это вообще отдельный разговор, те идеи, которые были предложены, они в своем базовом подходе, они может быть и правильные, о том, что после любого конфликта идет фаза консолидации, примирения, формирования какой-то общей памяти или во всяком случае примирения двух позиций о том, как это было, но это не все прощения, это не забыть обо всем, это не отказаться от идеи преследования преступников, то есть диалог не является заменой компромиссу по решению конфликта, диалог это инструмент реинтеграции, но он не может собой подменить соглашение со второй стороной конфликта о том, на каких условиях этот конфликт заканчивается, а платформа, к сожалению, в том виде, в котором она была презентована, она как раз занимается подменой понятий, решения о завершении конфликта нет, политического компромисса с Россией нет, вопросы безопасности с Российской Федерацией не решены, то есть конфликт не завершен, соглашения о его завершении нет, но мы почему-то переключаемся на внутренний разговор с жителями оккупированных территорий о всепрощении, о примирении, о консолидации, но это шаг, который идет за компромиссом, за соглашением о завершении конфликта, а не перед, поэтому диалог на этапе нынешнем, он с жителями оккупированных территорий, он заключается совсем в другом, он заключается в максимально открытой государственной политике по отношению к рядовым гражданским жителям оккупированных территорий, это политика социальная, это политика образовательная в сфере здравоохранения, это административные услуги, это легкое пересечение линии разграничения, это транспортные хабы на линии разграничения, то есть это все условия, которые государство со своей стороны может создать для жителей оккупированных территорий, если они хотят поддерживать свою связь с Украиной, учиться в университетах, лечиться в больницах, получать украинские паспорта и так далее, это те методы диалога, которые приемлемы, которые необходимы до того момента, пока с Российской Федерацией мы не выходим на политическое соглашение, политическое решение о завершении войны. После того, как это решение о завершении войны принято, между двумя странами, вступают в силу другие методы диалога, вот как раз о консолидации, о примирении, об общем нарративе, об общих учебниках истории, грубо говоря, вот где работают эти методы, которые предлагают со своей, и это после амнистии, соответственно, после юридических и судебных разбирательств, кто виноват и кто несет какую ответственность, это уже после. И вот поэтому вот эти методы, предложенные национальной платформой, уже сейчас, они неприемлемы в этой ситуации, потому что они как раз предлагают то, что должно быть на завершающей стадии социальной реабилитации населения по обе стороны линии разграничения после завершения конфликта. Мария, и последний вопрос, как вы считаете, скажется то, что сейчас эту оккупированную территорию на Донбассе, ну, фактически границу закрывает и Россия, и Украина, то есть фактически люди остаются вот там, вот там, где они остаются, как это может повлиять вообще на все происходящее? Ну, вы имейте ввиду на ограничениях в ближайшем сейчас? Да, ну, они же теперь не могут заехать ни в Украину, и Россия тоже закрыла им границу, то есть они остаются уже вот именно закрыты в той территории, где они находятся, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, это я вообще считаю просто правовым безумством, потому что это, ну, действительно нарушение прав человека, я в этом совершенно согласна с правозащитными организациями, которые выступили с очень резкими заявлениями на прошлой неделе в связи с тем, что вот свобода ограничения людей, в связи с вот, да, вот этими мероприятиями по коронавирусу, свобода передвижения людей через день ограничения была как бы ограничена серьезно, да, и только по праву прописки ты можешь регистрации постоянной, ты можешь пересечь линию разграничения и то пересечь в одну только сторону. Да, ты выехал на подконтрольную территорию, если у тебя регистрация, да, там, на подконтрольной территории, и ты там, соответственно, уже остался, тебя обратно не пускают. Здесь я, честно говоря, не вижу никакой логики, потому что одно дело это закрытие внешних границ страны на какое-то время, да, это ограничение там авиасообщения, там, не знаю, пассажирского сообщения, наземного, но когда мы закрываем наших собственных граждан в том случае, когда это просто оккупированная территория и они, соответственно, могут нуждаться в помощи украинского государства, начиная от там, каких-то серьезных вопросов по здоровью, да, которые не могут быть решены на оккупированной территории. Ну, мне кажется, это просто безумие, я считаю, это абсолютно проигрышный шаг. Не знаю, честно говоря, в чем была логика операции объединенных сен штаба в принятии такого решения. Возможно, для того, чтобы как бы следовать общей конве до государственной политики по закрытию границ, но здесь я считаю, что государство не должно было применять к линии разграничения те же меры, которые оно применило к иностранным гражданам, желающим попасть на территорию Украины. Мы здесь, получается, украинцев с оккупированной территории приравняли к иностранцам, которые хотят на территорию Украины попасть. И это абсолютно недопустимо, неправильно и нарушает любые конституционные права граждан. И я думаю, что ни одно государство, вот сейчас, если посмотреть на границы Европы, все страны держат свои границы открытыми для своих граждан, которые хотят каким-то образом вернуться домой. Возможно, нужно было бы применить какие-то меры, я не знаю, по усилению КПВВ, образовать какой-то механизм пересечения, чтобы не было этих толпич там. Возможно, да, проводить какие-то, хотя они, я думаю, мало, помогают вот эти экспресс-медицинские проверки с этими термометрами, все это, все ерунда с моей точки зрения, но для какой-то проформы это можно было сохранить, грубо говоря, но полностью закрыть возможность пересечения линии разграничения, это такой шаг, я считаю, не оправдывающий себя в отношении граждан с оккупированной территорией. Мария, спасибо вам огромное, мы были очень рады вас видеть. Спасибо вам. Спасибо большое. Мария Золкина была гостем прямого эфира на Украл. вы, конечно, оставайтесь, мы продолжаем и наш друг и партнер медицинский центр призма, и мы благодарны нашим спонсорам на платформе патреон. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok